Игорь Сердеевич, который написал в свое время в основном на эту тему, может утвердить, что даже в крупных столицах на самом деле практическое здравоохранение, несмотря на наличие большого количества вполне подходящих высокопорных томографов, их действительно сейчас много, тем более, что эти методики могут быть хорошо реализованы и на среднепорных и низкопорных томографах, тем не менее магниторезонансная томография используется совершенно недостаточно, при том, что безусловно, острый инфаркт миокарда – это основная причина смертности, а тромболитическая терапия – это единственный ранний способ, а затем через кожное вмешательство, если успели вовремя довести, а в идеале вначале провели транслуминальную какую-то андиопластику, тромболитическую терапию, затем уже через кожное вмешательство с транслуминальной андиопластикой, то это единственный способ миокарда спасти, потому что, подобно головному мозгу, у миокарда запас метаболического резерва на то, чтобы выдержать отсутствие доставки кислорода, очень невелик. Вообще известно, что из СТ на сегментное ЭКГ является до сих пор основным критерием неотложной кардиологии, а сам факт восстановления проходимости коронарной артерии – это то, что воспринимается андиологами инвазивными на ура, и они говорят, что мы миокардию воспринализировали, и все хорошо. Тем не менее, вот то, что говорят, собственно говоря, контрастные методы, мы здесь и представим. Дело в том, что магниторезонансная демография, на которой я здесь и сконцентрируюсь, она позволяет увидеть все синдромы, то есть демперфузию миокарда, вот вы видите зону демперфузии, значит, ишемический отек, как усиление Т2 в свершенном изображении, и повреждение миокарды, как накопление контраста и одновременно зона отсутствия кровотока в центре. При этом, собственно говоря, картина восстановления коронарного кровотока по эпикардиальным артериям действительно может быть препятствием, как в данном случае, но при этом может быть ишемический отек, значительная зона накопления парамагнитного контрастного препарата в миокарде, с зоной норифлоу, так называемый, когда кровоток отсутствует, и туда контрастный препарат, как правило, это в центре зоны накопления контрастного препарата в инфарктной области, просто не проникает, вот, и кроме того, нарушение микроциркуляции и на старской крови на Т1 взвешенном изображении с подавлением жира, жир окружающих структов довольно сильно мешает и его лучше подавляет. Значит, здесь представлены используемые параметры, которые достаточно хорошо позволяют это визуализировать. Сразу скажу, что я не буду останавливаться в целях экономии времени, а абсолютно доступен, значит, вот, весь этот материал. Кто хочет, может копировать его у демонстратора, кто хочет, ну, я сам что-то хочу, пожалуйста, только спросить. На магнитно-резонансной томографии оказывается возможным визуализировать все основные синдромы. В первую очередь, это дипперфузию. Здесь вы видите перфузионную томограмму миокардов в перечном срезе двухкамерном, где инфарцированная область, как раз, несмотря на наличие протяжённого остатка, вот он здесь на схеме, представлена как дипперфузируемая тёмная зона. Кроме того, визуализируется ишемический стас, который лучше всего виден на раннем контрастном исследовании при парамагнитном контрастном усилении. При этом эта зона накопления существенно шире, чем зона, собственно говоря, оперфузия. Ишемический отёк – это два взвешенного изображения в зоне инфаркта, прекрасно виден. При этом следует сказать, что отёк также, как правило, существенно больше, чем зона некоперфузии. И чем эта разница больше, тем лучше прогноз, точнее, тем больше резерв того, что удастся сделать в результате в эскурализирующей терапии и, соответственно, улучшить функцию миокарда. Ну и, наконец, опять же, зона оперфузии и периферического накопления контраста в режиме Т1-инверсия восстановления. Следует здесь сказать, что очень чётко соотносится картина перфузии на пике инфаркта миокарда, так сказать, до тромболизиса с тем, что наблюдается при накоплении контраста парамагнетика у этих пациентов в более отдалённые периоды наблюдений. Так, вот здесь вот представлено сравнение как раз аффект с технитрилом, значит, вот это средств подлинной оси, с обширным дефектом перфузии, где потом накапливается контраст парамагнетики. Вообще следует сказать, что если миокардиальный кровотод меньше 17 мл, то там точно будет необратимое повреждение, но, как в данном случае, вот альперфузия, вот потом накопление контраста. Вопрос, что можно сделать при этом в отношении коронарных артерий. Магнитная резонансная коронарография, да, возможно. Она далеко пока не достигает по качеству того, что возможно достичь в прекрасных спиральных компьютерных гномографических антиограммах коронарных артерий. Но не буду ничего повторяться, потому что Ирина Мадуева и Игорь Сергеевич прекрасно это всё только что рассказали, но, тем не менее, она возможна. И, как нет, это, кстати, дополнительная поддержка для локализации зоны стеноза и, соответственно, одновременно с этим зоной повреждения миокарда, конечно, это полезно. То есть, может быть, дальнейшее развитие её поставят в один ряд, но это нам пока знают даты. Для оценки тяжести локального повреждения проще всего использовать индекс трансмуральности. То есть, отношение толщины накопления парамагнетика к общей толщине миокарда. Что происходит в зависимости от времени, когда экономизируется миокарда? Ну, в нашей практике это чаще всего время между пиком боли, так сказать, с чего всё начинается. Фактически это соответствует коронароаклюзии почти. Одновременно боль развивается у инфарктных пациентов. И временем, когда водится хромболизм. Потому что далеко не всегда в условиях распределённого расположения населения, не в крупном городе и так дальше, удаётся ещё быстро пациента привести так, чтобы без тромболитической терапии сразу сделать черезкошное вмешательство и восстановить кровоток. Это нереалистично. А вот время между началом введения тромболитика и предшествующим временем инфарцирования, собственно говоря, позволяет это делать. Оказывается, что толщина сохранного миокарда при резко спадает. Она никогда не спадает до нуля. Но, тем не менее, пограничная величина, собственно говоря, которая составляет примерно половину толщины в 6-6,5 мм при отсутствии резко выражения микротрофии, это примерно 75-80 минут. И, соответственно, глубина повреждения нарастает обратно. Ну и если их соотносить между собой, то индекс трансмуральности, который как раз является отношением повреждённого к общей толщине, а также примерно на 65-80 минут – это тот запас, который есть. Это весь метод. Так, если мы сравним данные Каролинского госпиталя, который расположен не в самом плохо снабжаемом транспортном месте в городе Стокольме, то у них индекс трансмуральности в зависимости от продолжительности шли между началом, соответственно, и баллонным стентированием и регионализацией – это также порядка 100%. Должно сказать, что, ну вот это наши данные в Ленинграде на самом деле ещё лучше, потому что большой опыт и хорошая организация также позволяет достичь этого результата. При этом следует сказать, что интермьякордиальные деморандии – важнейшее осложнение зоны Нори в Гоу – образуется только в том случае, если это время больше 75 минут. Если раньше – деморандия не бывает, как правило. Но если долго миокард находится в неперфузируемом состоянии и затем восстанавливается кровоток, то механизм активации перечисленного оттисления, так сказать, безусловно повреждает ткань и затем вызывает деморандию. После того, как осуществляется затем у этих пациентов коронарное шультирование, если оно необходимо, намечается, как правило, уменьшение зоны накопления контраста, которое, впрочем, полностью не исчезает. Понятную причину фиброз не исчезает. Здесь вы видите, как раз, еще раз можно еще, что зона с накоплением контраста, как правило, по картинке, если щелкнуть, тут должна быть цифровая. Ну, в общем, вот, значит, накопление контраста, значит, ну, хорошо, не будем терять времени. Собственно говоря, гипотинезия обязательно развивается в том месте, где… А что-то следующий не хочет. Иногда заедает. Управление тут у меня, только управление не управляет. А вот, у вас отработает правополучение… А, есть, простите, Наталья, что-то заявило. Значит, так вот, оказывается, что восстановление сегментарной инно-сопротивности развивается только в том случае, если трансмуральность, значит, меньше 0,4, значит, а в том же случае, если она больше 0,75, то, как правило, для восстановления промежуточная область является, кстати, вероятностью. Это в сумме позволяет выделить несколько синдромов, очень четких. Первое – это эффективная реканализация, когда отек минимален, практически отсутствует, трансмуральность невелика, вы видите здесь слой поврежденного миокарда, как фактически субэндокардиально. Значит, а затем накопление как раз в один вверхом режиме также невелико, значит, другой вариант того же синдрома. За счет того, что мы успеваем в ранние сроки сохранную миокарда ногу, здесь приведены количественные критерии, как бы что произнесено. В случае, если повреждение носит более выраженный характер, из-за запоздалого характера мы наблюдаем более выраженный отек, фактически трансмуральное повреждение больше 0,5. Уже в исходном для одиннезвешенном режиме за счет стаза есть усиление инвестиции, а оно становится больше за счет проникновения контраста в ранних сроки. Запоздалый. Если это все носит безуспешный характер, то, как правило, обширный зонный рефлоу, трансмуральный характер повреждений, протяженный отек и более выраженное накопление в одиннезвешенном режиме. Комбинация этих режимов фактически позволяет полностью охарактеризовать и, таким образом, прийти к заключению, что, на самом деле, магнитоэзонансная термография является объективным фактором контроля и должна проводиться практически всем пациентам с инвестиционной миокарда для оценки эффективности и, в первую очередь, прогнозов у этих пациентов. Нельзя себя обманывать. Если они через какое-то время должны какие-то операции дорого, например, с пластикой левого желудочка, то к этому надо быть готовы. Значит, сейчас, к сожалению, пока это не входит в состав обязательного медицинского страхования у этих пациентов, но это то, в отношении чего работа ведется и к чему, безусловно, следует стремиться, потому что, таким образом, неинвазивно, без лучевой нагрузки у пациентов можно доведиться очень существенной дополнительной диагностической информацией. Не могу здесь выразить благодарность за честь выступить здесь президенту и президенту нашего заседания. Еще раз огромное спасибо. Продолжение следует...